привет давно не виделись это третья обещанная часть продолжаем тут набор моих скотчев с алиэкспресса и к это заклеенная фигня нет еще что есть не да вот это это я вспомнила о времени приключений спустя много лет решила пересмотреть ну не то чтобы пересмотреть а просто ну глянуть несколько серий самых любимых и тут возник новый пэринг который очень здоровский это маршал ли и принц кампбл раньше что его не замечала сейчас как-то сразу приглянулся это страничка посвященная опять же в энди тестобургер долл это должен был быть коллаж с разными вкликами журналов его нету пересматривала во все тяжкие это мило и парень тут ну всякие руки тоже страница посвященная мили она тут вышла очень хорошенькой вот тут да и какая-то песенка уже не вспомнить какая это уже другая другая вселенная там где действия происходят в хоккейной команде но на самом деле я вдруг решила что там наверно не будет никакого хоккея я просто мало знаю что-либо о нем и просто рисую всяких ребят которые веселятся вместе да я не знаю что тут говорить в общем вот фоточка их продумывала историю то есть местность где происходит действие в истории всякие девушки за 5 секунд ну не 5 секунд но вообще мало времени это во все тяжкие маленьких это канон по поводу того то что у кайла и картман одинаковые музыкальные вкусы и наброски одежды летний это значит рей артем его зовут артем и тоже безымянный персонаж из истории и ну типа про хоккей но она на самом деле никак никак не про хоккей они смотрят страшное кино в общежитии у рей его и него его плюс еще у рей есть старшая сестра и как бы я сначала нарисовала вот эту ее и она получилась совсем не очень потом нарисовала ее она получилась слишком милый и в итоге это что-то среднее между этими двумя вариантами тут рей и артем в классных таких официальных нарядах не знаю куда они собрались просто на какую-то выставку там такая история то что как бы артем во френд-зоне у нее и постоянно водит ее на всякие мероприятия за свои деньги как грустно и вот это ой блин ссори блин вот эта страница меня просто убивает смотрите тут гоголь написано гоголь таким шрифтом красивым 21 pilots и принцесса завтрак из времени приключений это просто совершенно не связанные между собой рисунки и мне это просто так вымораживает я не знаю худшая страница в этом блокноте так поэтому чтобы как-то успокоить себя нарисовал тут милых спящих лучших друзей кстати тут очень ужасные line потому что я рисовал это капиллярный ручек которая просто растекается стоила 40 рублей рублей вроде это рей и ее старшая сестра в детстве даже не то чтобы в детстве а в такой ранней ранней юности там 12-15 лет и еще они как бы из китая так между делом скажу тут должна была быть страница посвященная фем версиям топов и ну я не стала рисовать продолжать рисовать стала так вот это вот должен был быть такой две полноценки прям полностью раскрашенные акварелью вкус классным лайном ну блин я решил оставить вот этот line просто так не знаю как то мне не дошли руки нормально его разукрасить это рей и те ребята главный герой кстати тот тоже парень который живет с него в одной общаге они типа обедают в лапшичный ночью там должна быть такая черная ночь еще он ревнует его к ней то что он любит его да это должно быть что-то такое горяченькое но я не стала дорисовывать потому что как-то не не смогла я не умею рисовать такое просто мне не хватает духа как-то продолжить рисовать или просто желание ну да это наверное самое самое что-либо эмоциональное в этом скетчбуке потому что тут просто весь спектр моих эмоций и боли и переживаний так как это все вырезки из моих школьных тетрадей наверное видео вообще ничего не видно тут куча всяких заметочек надписей с уроков я вот смотрю на это и прям чувствую всю эту боль когда я рисовала все это это такие эмоции вообще тут недорисованное что ты просто решила заклеить придрав скрина с кота видео с ютуба с топами тоже решила порисовать одежду всякую мужскую одежду просто чтобы как-то разнообразить гардероб персонажей это бесконечное лето я тоже играла в эту игру она довольно таки классная несмотря на то что все говорят что в ней играют всякие задроты и хики с двача или и чана не знаю я не разбираюсь в этом всем она довольно таки летняя и приятная это момент с выпускного что не знаю что сказать очень странный рисунок по песни скрин и тут смотрите тоже мило и тот парень я всегда буду называть его тот парень потому что у него совершенно нету никакого даже намека на имя слишком сложно для меня придумывать имена недорисованное это должен был быть смешной комикс него нету по рисульке ручкой и я наверно сразу буду пролистывать это потому что там такие надписи многие смогут меня не понять если прочитают это так и вот это вот сейчас открою наверное самое тот разворот за которое больше всего который вызывает во мне такую гордость прям за него это посвящено песням то есть точнее альбому whistle и blurry face наверное неправильно все это произнесла ну ладно и я это буквально весь день рисовала то есть вот это один день и это один день и мне прям не знаю вот именно вот это вот мне нравится остальное все это конечно не сравнится просто я сюда в душу пыталась вложить вот видите какое тут все ущербное решила заклеить обойной оторванной от стены мы с подругами у меня на даче пытались сделать своего рода обложку к индии альбомы индии рок-группы тут очень плохо видно то даже надпись есть с названием песни и просто засушенные растения а еще это все вложил в какую-то обложку под пленочкой типа ой но это тоже продолжение вклеек из тетрадок прям можно даже посмотреть всякие это по-моему даже вырезано из контрольной до еще попытка в такой сочетающейся между собой рисунки сочетающиеся между собой x они совершенно не сочетаются песенка которому пели на выпускном я даже и выучил наизусть прям она мне осталась глубоко в памяти это одна из просто десятков историй про то как та и джошь встретились и попытка в реализм которая не увенчалась успехом я решила заклеить там была такая жуткая улыбка чела заклеить такой улыбкой стало еще более ужасно в этом вся моя жизнь песни мои одни из самых любимых это китчен синг и это трус блин нет я не буду говорить на английском потому что не знаю точно как произносится поэтому они такие очень грустные светлая грусть наверное мои женские персонажи мила рей и девушка про которая ничего не рассказывала потому что я очень давно рисовала в очень одном старом альбоме из такого фэнтези пост апокалиптичного мира и ну это же мило миллениум кто хочет смотрела записи лайвов с концерта и просто смотрю и там у всех в толпе у всех девушек такие веночки чокеры и такой макияж что просто прям тамблер-тамблер и менять много насторожило что это было очень странно это различные билетик самолета с праги там с америки и тому подобное очень жуткая мила не знаю она жуткая но в то же время что-то в этом есть как по мне помню там еще какая-то страница была а нет не было вот началось мои началась моя сдача экзаменов и так получилось то что я очень много рисовала таких гипсовых голов Аполлона Венеры Дианы и просто у себя глубоко внутри стало их между собой как-то шиперить что ли и у меня получилась такая история то что Аполлон любит Диану потому что она вся такая правильная хорошее а Венера ревнует его к ней да настолько я просто уже устала это рисовать что хоть как-то пыталась себе заставить продолжать какой-то комикс о инвалевшем вот как раз расписание моих экзаменов и тут кстати только два университета а было еще два всего четыре и везде просто в каждом надо было рисовать по буквально по шесть часов в день каждый день это просто так было тяжело что не писать как это между экзаменем экзаменами было нарисовано песня за панталон и вот это вот вроде я пыталась выбрать какой натюрморт нарисовать на следующий день вроде как в итоге стала рисовать розовый хотя я ненавижу розовый цвет остальные были слишком сложными это история про ну сейчас никто наверное не поймет но это типа я слушала интервью топов и их просили нарисовать как бы себя в образе ну то есть не раз а в общем это отель ретта самая лучшая принцесса все больше ничего не могу сказать это клипы и panic at the disco и 31 pilots это иллюстрация блин я слишком много говорю слово это я только сейчас это поняла ладно уже поздно что-либо менять иллюстрация к произведению Гоголя Невский проспект к повести и на самом деле она есть в трех вариантах это еще не окончательный вариант есть еще более еще более лучший который как бы и есть моя была моя работа на экзамен это просто эскизы о это я вдруг как бы решила как-то разнообразить свое рисование попытки рисовать что-либо и решила закрыть глаза и послушать просто музыку и как бы в голове стали появляться такие образы что ли я стала рисовать и я могу вам сказать то что это довольно таки прикольно как бы можете даже сами попробовать включить какую-нибудь песню которую вам очень нравится и попробовать как бы с закрытыми глазами представить какие у вас появляются цвета в голове или какие она пробуждает в вас эмоции это по-моему очень здорово и классно ну это скрин kitchen sink house of gold holding onto you trees не буду говорить по-английски я даже не знаю точный перевод это мигрень тоже не знаю как по-английски правильно звучит out to sleep right forest и просто палитра карри карридиум тоже песни и я вырезала с черновика к своей работе по экзамену то есть к экзамену на память так сказать это эскиз к живописи и могу сказать то что эскиз получился во много раз лучше оригинала как это не печально бы не звучало вот мы уже подходим к концу я просто хриплю в камеру сорянчик это мило радостное мило что-то замышляет какая-то романтика я решила вспомнить былое и порисовать порисовать конечно же юб и нарисовал только стена более-менее нормального остальных как-то не сдалось просто всякие заметочки то что поланник что хочу прочитать цитатки странные ряды цифр какой-то какая-то еще тян которая неожиданно появилась в голове а еще я нарисовала какую-то стремную существо и мне самой стало страшно от этого и такое бывает могу вам сказать это эскиз к той работе которую вы видели какие-то заметки что-то к будущему про будущее рисунки не знаю и это две личности которые живут во мне ну лично во мне не знаю это просто адекват и человек который просто шиперет всех со всеми ему наплевать даже если это реальные люди а другая часть меня как бы не может шиперить реальных людей потому что это как-то уже слишком зашпарненько как по мне а персы мои те и не буду говорить и это мило истории слишком много рисунков слишком мало это это уже другая история про мальчика который забит в себе и который влюблен в самую классную девушку в школе которая занимается волейболом и вся такая спортивная и отзывчивая и просто там спортсменка и тому подобное но я не буду про него говорить это уже это уже слишком как даже для меня список фильмов которые я бы хотела посмотреть летом которые к сожалению уже кончается и посмотрела я в итоге только раз два и и вроде все да сами видите как все на самом деле вот фильмы это такое то что обычно я смотрю всякие ужастики и всякие блокбастеры про супергероев и и то и другое честно говоря ну так себе кино и поэтому мне как-то не особо даже хочется смотреть нормальные фильмы которые реально очень классные и которые все восхваляют это для меня сложно не знаю у кого как кто с таким тоже сталкивается на память мне нарисовали мои знакомые и наверное это уже конец ну я сходила конечно же на отряд самоубить просто кто не ходил на этот фильм он просто везде и могу сказать вам фильмец так себе ну кому как конечно такой и ну харли конечно миленькая мне нравится просто ее одежда тут она конечно не очень миленькая но в оригинале в фильме она здоровская да и тут последний это список людей которым я хочу сказать спасибо потому что наверное их творчество как-то вдохновляет меня на продолжение рисования самосовершенствования какое-либо наверное у каждого есть такие люди смотря на их работы ты хочешь как-то сделать так же а то и лучше даже блин это так просто спасибо вам ребята вы классные ну и вот собственно такой вот конец тут еще есть кстати всякие вкладыши наклейки но я не буду их показывать просто так вот они есть засовывайся блин зачем их вытащила так ладно вот вот такой вот скетчбук наверное я просто очень быстро пробежалась быстро говорила и никто ничего не понял но не знаю как есть так есть я кстати начала новый в новом уже рисовать так что возможно возможно что-нибудь будет снова так что пока мы не прощаемся то есть до скорой встречи всем пока